Наташа, на твой взгляд, как себя чувствуют ритейлеры? Год своеобразный. И если многие ритейлеры вначале не знали, как реагировать на то, что происходило последние полгода, то сейчас мы наблюдаем, что очень многие поняли, что не надо останавливаться, надо просто действовать. И это было сразу заметно. На самом деле, retail.ru в период апрель-май-июнь получал безумное количество новостей об интеграциях, коллаборациях, о том, что онлайн-отставку запустили, кто-то ее улучшил. И, конечно, это в первую очередь касается тех ритейлеров, которых не закрывали, но и те, кто закрывали тоже. Вообще, этот год показал то, что если у компании есть свой клиент, если они работают на долгую перспективу, они правильно простраивали процессы работы с клиентами, если они быстро вкладывались в технологии, вкладывались в развитие, в целом они выстояли. А совсем вот те, кто плохо себя чувствовали, ну, в принципе, мы сейчас или увидим их уход с рынка, либо какое-то уже продажа, объединение, ну, мы это уже просто наблюдаем. Вообще, надо понимать, что вообще у российского ритейла уже вот этот кризис настолько частый момент, то есть мы понимаем, что это не первый кризис за последние годы, поэтому совсем слабенький, они еще и на предыдущем кризисе свалились. Поэтому, если говорить о, в целом, самочувствии ритейла, я рада, что в некоторых моментах мы уже переросли запоротных конкурентов, да, которые, скорее всего, уже не придут на российский рынок, ну, мое такое ощущение, потому что это поляризация, и очень важно сейчас видеть, чтобы национальные были сети внутри, потому что слишком разные потребители. И если заканчивать именно о состоянии, мы видим, что ритейлеры не только не уменьшили затраты на маркетинг, на развитие, а наоборот еще больше вкладываются, потому что конкуренция становится еще больше, еще более сильнее, сети укрупняются, и надо будет на падающем потребителе, который сейчас, ну, менее, с меньшим доходом научиться правильно зарабатывать, дать им конкурентную цену на товар и хороший сервис, потому что потребитель при низком доходе все равно уже требует некоторого сервиса. Посмотрим, как будут развиваться сети дискаунтеров, учитывая, что нам сейчас магнит объявил о том, что они тоже сейчас активно этой историей занимаются, да, посмотрим, как будет развиваться вот это направление, и, скажу так, призываю только следить за тем, что происходит на нашей страничке, потому что мы в этом пишем. Что можно про выставку этого года сказать, про World Food 2020? Ух, ну, ребятам не просто пришлось. Конечно, когда выставка готовится год, и большая часть года, которая сама активна для продажи стендов, фактически пришлась на пандемию, то, что мы сейчас видим, конечно, это не было не прошлого года масштабы и все прочее, но мое ощущение, что те, кто захотел приехать и встретиться, они это сделали. Я иногда грущу о том, что на сцене не такая активность, какую можно было бы проявлять стендистам, это отдельная история, вот, но если говорить про в целом, вот масштаб выставки, конечно, она меньше, понятно. Количество людей я вижу много, я уже сиплая, сиплая, потому что говорю очень много, и очень много людей, с которыми мы успели встретиться, обсудить какие-то возможные планы. Опять же, если вы приехали и готовились к этой выставке, то вы точно можете здесь найти контакты. Ритейлеров много. Вот момент, когда ты говоришь, что грустные немножко те, кто сидят на стендах, не дотягивают, могли бы быть активнее, что ты имеешь в виду? Это какие-то наблюдения, там свои или ритейлером? Ой, вы знаете, ну, ты знаешь, это история про то, что есть стенд, все вроде как оформление есть, и сидящий, извините, тупящий в телефон человек. Рядом идет, я знаю, что это ритейлер, он мимо прокат, он посматривает на стенд, но никакой реакции вообще. А потом мы будем обижаться о том, что ритейлеров не было. А я уже сегодня от ритейлеров конкретно слышала, что мы идем, и, ну, скажем так, никакой реакции на нас нет. То есть какой совет тем, кто задумывается, вот, в будущем, может быть, обратиться все-таки к этому формату, что не все приезжают на выставки, есть люди, кто в следующем году планируют приехать. Вот чтобы ты с высоты опыта здесь работы посоветовала бы им, как себя правильно вести. Тренироваться точно надо, надо знать, кого вы ждете на стенд. Вы знаете, выставка, в выставках отрабатывается хорошо, если вы реально пригласили кого-то на свое мероприятие. Вы должны знать, кого вы уже точно ждете, вы должны позвать своих партнеров, с которыми вы хотите встретиться. Это в этом случае вы гарантированно будете понимать, что вы ее, например, по одной трети отработали, да, поставили себе KPI, что, например, вот 30% это точно тех клиентов, с которыми мы должны встретиться, ровно потому что мы здесь. Потому что точка при движении выставки, ну, это вот суть, да, что людям можно приехать с вот партнером не только ради вас, но ради решения еще других задач. Быстрее вероятность, что они приедут. А вот те, кто мимо ходят, условно, да, ну, должен быть на стенде какой-то человек, который цепляет на этих. В чем? Ну, на самом деле у нас есть несколько статей на сайте, как эффективно работать на выставке. Я реально приглашаю ее посмотреть. Она хорошая, имеет просмотры ровно потому, что она очень полезная, с хорошими чек-листами. Потому что если я сейчас буду рассказывать про все хитрости, то нам часа не хватит. Хорошо. Про хитрости тогда оставим, но потом на выбор уже наших посетителей и читателей. А если говорить о деловой программе выставки, как ты оцениваешь ее в этом году? Ну, по-моему, про деловую программу уже очень многие высказались, что это очень хорошо собранный контент. Отдельно отмечу, что многие торговые сети, все крупные торговые сети приехали высоким составом на деловую программу первого дня, второго дня. Со своей стороны отмечу, что сегодня у нас, получается, мы делали... У нас в три дня было три разных мероприятия. В рамках World Food Retail Academy мы делали сессии овощи, фрукты, рыбу, кондитерку. Абсолютно разные. Такие, вроде как, не очень сочетающие сессии мы сделали. И сегодня у нас была кейс-конференция. В сумме у нас было около 30 спикеров. И если вот говорить про два зала, я вижу, что приехали практики поделиться информацией, как бы послушать информацию от других. И очень приятно, что многие мои спикеры, наши спикеры, они рассказали о своей практике. Салы были полные. Это хорошо. И что приятно, что потом, ну, как бы, обменивались... Ну, нетворки, ради этого все-таки приезжают. И очень радуют люди, которые умеют пользоваться конференциями, задавать вопросы, привлекать себе внимание. И таким образом, действительно, профит зарабатывать от присутствия на выставках. Это, опять же, отдельная история, как работать, да. Про деловую программу скажу однозначно. Что-то очень хорошо поработали коллеги из организаторов. Вот. Потому что, ну, та же Юлия Козук, да, профессор мероприятия, она постоянно следила за тем, какие новые спикеры добавляются. Мы придумали какие-то новые активности, чтобы можно было действительно пригласить большее количество, в том числе, ритейлеров, и заинтересовать большее количество людей. А вообще по составу могу сказать, что на первый день, когда мы делали некий срез среди аудитории, пришедшей на World Food Retail Academy, мне понравилось, что мы, кстати, смогли такую картинку сделать, что люди реально приехали от Калининграда до Владивостока-Хабаровска. То есть, как бы, и Красноярск мы видели, и Иркутск, то есть, действительно, компания, как... Очень многие ритейлеры приехали с разных регионов, и они интересовались мероприятиями. Так, что касаемо наших планов, как Retail.ru на будущее? Ритейл сейчас... Если говорить о сайт, конечно... Сайт сейчас работает во многих направлениях, и, в первую очередь, конечно, мы будем продолжать развивать наш контент. Вот как пример мы сейчас с вами работаем на пресс-центре, и это тот проект, который, в принципе, вынашивался нами многие годы, и сейчас это тот вариант, с которым очень удобно работать, потому что мы, во-первых, имеем возможность собрать ту информацию с людей, которые подготавливались, например, вот с этими же выступлениями. Я очень рада, что многие топ-менеджеры сетей успели прийти к нам, потому что это отдельная задача была их выловить после такого количества информации на сцене. Я очень благодарна им, что они смогли выделить время для участия, и в итоге мы получили замечательные новости, мы смогли поделиться этой информацией с нашей аудиторией. И я очень надеюсь, что подобные пресс-центры будут на других крупных выставках в следующем году. Далее мы надеемся, что мы восстановим активную работу с короткими видеороликами нашими любимыми, которых, кстати говоря, в этом году в итоге не хватило аудитории, потому что уже привыкли к тому, что... Да, запросы были, кстати говоря. Да, да, то есть люди уже привыкли, что можно прийти, короткий ролик от себя снять и таким образом след оставить за то, что они участвуют. На себя это и видео, в общем-то, потому что, да, действительно, к диалогу вот в таком 20-30 минут не все готовы, просто потому что, ну, к этому реально нужно готовиться, чтобы ты мог сказать что-то на большую аудиторию, достаточно долгое время держать интерес, это правда. Ну, понятное дело, что вот такие длинные ролики, и когда мы вот такие интервью мы снимаем, это надо быть спикером, который готов говорить. И, в принципе, наша миссия в какой-то мере вот с этими короткими роликами, вот мини-интервью, чтобы люди учились, практиковались, быстро и лаконично рассказывать о себе, делиться какими-то информационными поводами, потому что этими вещами надо, все-таки, это надо тренироваться. Ну, это презентация, это миссия, презентация себя. Да, 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 да. Что касается диалогов таких в онлайне, как мы будем их продолжать? Диалоги о ритейле онлайн мы точно будем продолжать. Некоторые планы есть на октябре, и вот первые, первые проекты, которые мы сделали за последнее время, вот торговая сеть «Семья», торговая сеть «Магмит» с нами уже поучаствовали, мы решаем, что мы будем делать такие подробные видеоролики, видеоинтервью, потому что они позволяют некоторые темы обсудить более глубоко. Я понимаю, что в некоторых случаях тяжело столько смотреть, но мы же делаем сразу расшифровки, поэтому те, кто хочет своими ушами услышать все, что сказал спикер, они смогут посмотреть видео, а те, кто ценит и экономит свое время, они смогут послушать, посмотреть, быстро прочитать расшифровку и, может быть, какие-то конкретные моменты выслушать. Так что мы на самом деле приглашаем коллег из торговых сетей стучаться ко мне, и я, соответственно, придумаю, как можно нам... Ну, в первую очередь, мы, конечно же, приглашаем «Докменеджмент», чтобы вы рассказывали о планах, о стратегиях, о каких-то конкретных проектах, вот как у нас получилось обсудить тему инноваций, директором по инновациям «Магнета». Потому что это то, что позволяет очень четко понять, к тому же поставщику услуг, например, как устроена работа сети изнутри. Потому что зачастую, вот если мы говорим даже про продажи, очень многие не понимают, что можно и нужно предлагать сети, что он на этот момент ищет. Вообще следите за этими материалами, мы, конечно же, будем их анонсировать, и, ну, надеемся, что мы выйдем в регулярный такой вид. Еще немножечко про планы, если говорить. Соответственно, выставки, ну, мы надеемся, что все будет хорошо, да, все-таки мы очень сильно зависимы от текущей ситуации. Но все планы, которые у нас обычно есть, смотрите в календаре событий, там, где мы стоим со стендом, значит, мы там будем работать. И, наверное, стоит сказать о... Вообще про приглашение, вот, участвовать в партнеров в таких стендах, которые мы сейчас организовываем, потому что на выставках все-таки совместные стенды приносят серьезный результат как нам, так и партнерам. Поэтому мы, конечно же, приглашаем к участию, нам интересны долгосрочные партнерства, особенно тех компаний, у которых пул услуг приходится на серединку, которым интересны как аудитория ритейлеров, так и аудитория поставщиков, потому что в этом случае максимальный эффект может дать.